Добрый день, уважаемые друзья! Очередное видео сегодня для вас. Тема сегодняшняя будет Шершни Опасные хищники пчел. Сегодня расскажу о шершнях, которые приносят большой вред пчелосемьям, как они развиваются и так далее. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы, комментарии. Всегда рад вашим вопросам. Итак, друзья, эта статья написана в 1963 году в журнале Пчеловодство номер 9. Итак, начинаем. В основном шершни встречаются в Средней Азии, главным образом Узбекистан и Закавказье. И шершневые осы наносят ежегодно значительный вред, повреждая урожай садов. Кроме того, шершни массами уничтожают пчел. Нередки случаи нападения их на домашних животных и на человека, потревожившего гнездо. Биология восточного шершня еще мало изучена. В Узбекистане шершни отстраивают гнезда, обычно в стенах старых глиняных построек и в оградах, дувалах, так в скобках написано. Наблюдать при этих условиях жизнь шершней семьи довольно сложно и небезопасно. На одной из пасек около Ташкента в двух запасных ульях мы обнаружили, поселившись там, шершней. Гнезда шершней состояли из сотов, расположенных друг над другом и скрепленными между собой колонками высотой 15 мм, диаметром 5 мм. Такие колонки были. Первые два сотов, считая от основания гнезда, имели размер 40 на 10 см. Третий этаж состоял из двух дискообразных сотов. Ячейки были только с одной стороны каждого сотов. У пчел соты двусторонние. В каждом из сотов было по 300 ячейк шестиугольной формы диаметром 10 мм. В первом гнезде, построенном на потолке улья, ячейки своими отверстиями были направлены вниз. Во втором, на утеплительной подушке, отверстиями вверх. Все они имели одинаковую форму и размер. В ячейках первых сотов, считая от основания, расплода не было. В ячейках вторых этажей имелся закрытый и открытый расплод. Ячейки дискообразных сотов были заполнены яйцами. Взаимоотношения между шершнем и домашней пчелой это отношения хищника и жертвы. Один нападает, другой защищается. По нашим наблюдениям, шершни, нападая на пчел, проявляют различные повадки. Причем, некоторые из этих повадок чрезвычайно своеобразны. Хищнические приемы восточного шершня можно описать следующим образом. Первый прием. Налет с воздуха. В кавычках так называется. А. Шершень налетает, с налету врезается в массу молодых облетывающихся пчел. Летит навстречу одной из них, хватает ее и влетает. Б. Пролетая мимо уля, хватает одну из вылетевших из уля или прилетевших пчел. В. Хватает пчелу, перелетающую с цветка на цветок. Г. Хватает пчелу у паилки. Остальные пчелы никак не реагируют на присутствие хищника и на его нападение и продолжают свои занятия. Второй прием. Нападение с выдержкой и выбором. А. Шершень подлетает к литку и держится около него, то приближаясь, то отступая назад. Старожевые пчелы вытягиваются в одну линию и, вцепившись ножками в край доски, протягивают к шершню свои челюсти. Как только одна из них в ярусном возбуждении выдвинется из линии, остальных вперед, шершень бросается и схватывает свою жертву. В некоторых пчелиных семьях одна-две сторожевые пчелы бросаются в таких случаях вслед за шершнем, догоняют его и пиваются челюстями в брюшко. Некоторое время такая группа продолжает двигаться в воздухе, потом падает на землю. Первый вырывается на свободу пчела, потом шершень. Иногда сторожевые пчелы зажаливают его насмерть и тут же в траве. Бреющим полетом это Б называется налет бреющим полетом. Шершень идет над летком, но хватает сторожевую пчелу только в том случае, если она отделилась от группы остальных на расстоянии 5-7 сантиметров. Если шершень пролетает низко, сторожевые пчелы угрожающие поднимают челюсти вверх и раскрывают крылья. Третий прием нападения из-за угла. Шершень садится на боковую стенку уля, идет по ней до угла, затем выходит на переднюю стенку и прижимаясь к ней достигает отверстия литка. Навстречу из уля бросается сторожевая пчела. Остальные не замечают шершня. Шершень хватает, бросившую к нему с вытянутыми челюстями и раскрытыми крыльями сторожевую пчелу и с добычей взмывает вверх. Б выходит из-за угла на прилетную доску и некоторое время сидит неподвижно. Пчелы совершенно не реагируют на присутствие хищенников в такой близости от них. Шершень быстро направляется к литку. Сторожевые пчелы целой группой с вытянутыми челюстями бросаются к нему. Но шершень успевает схватить вползающую вули с обножкой пчелу и рывком отлетает в сторону. Четвертый прием. Высматривание пчелы из засады. Шершень направляется под улей и остается там продолжительное время. Как только туда залетит пчела, шершень хватает ее. Чтобы выяснить, случайно или не случайно такое разнообразие в приемах охоты шершня и исчерпываются ли таким приемами хитнические повадки, мы в продолжении двух часов с 16 до 18 часов отгоняли шершня от улья, мешая им охотиться на пчел. В течение этого времени, пока шершням не удавалось схватить ни одной пчелы, можно было наблюдать у них все четыре приема охоты. Вначале первый и второй, затем третий и четвертый. В конце этого опыта одни шершни продолжали летать от уля к улью, другие начали ползать по траве и подбирать мертвых пчел. С мертвыми пчелами шершни поступали так же, как и с живыми. Зажав добычу в челюстях, шершень взлетал на ветку дерева и начинал обрезать у пчелы ножки и крылья. После этого, перелетев на новое место, на другое дерево или другую ветку, принимался жевать добычу и через некоторое время улетал. Один из ползавших в траве шершней наткнулся на мертвого шершня, убитого нами. При попытке унести пойманную пчелу, убили его, и принялся около него копошиться. Оказалось, что шершень тут же обрыз у мертвого ножки, крылья и усики. Затем, захватив остатки челюстями, он с трудом поднялся на одну из нижних веток яблоней и принялся жевать добычу. Кормление личинок и молодых особей у шершней происходило так же, как и у пчел, изо рта в рот, но закрытый расплод получался иначе. У пчел кормилицы запечатывают ячейки воском с пиргой, после чего личинка начинает плести кокон. А у шершней, как показали наблюдения над гнездами, личинки сами запечатывали себя тонкой паутинообразной нитью, которая тянулась у них изо рта. Личинка, вращая головкой, затягивала как основой этой паутиной отверстие ячейки. Вначале получалась редкая сетка, потом эта сетка становилась все плотнее и, наконец, личинка вытягивалась, упираясь в сетку и начинала выпячивать ее вверх, образуя куполообразный цилиндр такого же диаметра, как ячейка 10 мм. Один из этих цилиндров поднимался над верхним краем ячейки на 10 мм, другие на 15 мм. Из высоких цилиндров выходили матки, более крупные, чем самцы и рабочие особи, а из низких коконов рабочие особи и самцы. Вот такое устройство гнезда. Подписывайтесь, ставьте лайки, до свидания, до встречи. Жду ваших комментариев.